21 июля 2016 года я зарегистрирована кандидатом в депутаты по Алексашкинскому округу, где также зарегистрирован действующий глава администрации Дерябин Виктор Николаевич. По иронии судьбы, глава администрации издал письменное распоряжение от 21 июля 2016 года о вскрытии служебного кабинета директора РДК. Это распоряжение за номером 185-Р о вскрытии кабинета в здании муниципального учреждения культуры Питерской РДК. Обращаю внимание, что никакой принадлежности кабинета к управлению культурой речь не идет. О том, как прошел мой первый рабочий день после законного отпуска, мой директор районного Дома культуры, действующего депутата собрания депутатов Питерского муниципального района 4-го созыва, зарегистрирована кандидата в депутаты 5-го созыва, предлагаю посмотреть и вам. 22 августа я вышла из законного отпуска директор Дома культуры. Вот я открыла приемную, чтобы зайти в свой кабинет. Что я вижу здесь? Замок висит, мой замок сломан и табличка. И он начальник культуры Бухарина. Так, здесь в помещении видим шкафы вынесены из моего кабинета. и автограф управления культуры Бухарина расписались. На каком основании, не знаю. Сейчас будем объяснять. Время около 8. Сейчас будет скоро рабочий день. Я выхожу на работу, сегодня первый рабочий день, 22 августа. А что здесь за изменения такие в моем кабинете? Я уже все знаю, я ничего не знаю. Вот я зашла в свой кабинет, который вы открыли, в мой кабинет, который вы открыли. Вы муниципальный служащий, Татьяна Юрьевна, как исполняющий обязанностей, начальник управления культуры. Скажите, пожалуйста. Чего вы молчите? Вы руководитель. Вы муниципальный служащий, как исполняющий обязанностей, начальник управления культуры. Уже все, сейчас я отсюда пойду в Следственный комитет. У меня все есть. У вас есть документ, где у вас наш кабинет. Давайте начнем с этого, где ваш кабинет. Тем более, если вам этот кабинет не подходит, мы с вами об этом говорили устно. Мне этот кабинет не подходит. Вы не лгите, вы не лгите, не лгите, не лгите, не лгите, у вас школа прошла, у вас здесь не прокачат. Значит, вы как муниципальный служащий, работник районной администрации, на каком основании находитесь в кабинете директора РДК? Скажите, дайте мне письменное разрешение, уведомление, на основании чего вы взломали мой кабинет действующего директора, на основании чего вы здесь находитесь? Дайте мне распоряжение. Распоряжение у вас на руках, копию вы сняли. У меня распоряжение... Нет, а куда вы? Вы не уходите, я с вами разговариваю. У вас на руках, копия, это распоряжение, которое вы сняли, после этого отказались с ним распоряжение. Так, скажите, глава муниципального района изымалась за оперативное управление имущества и кабинета РДК? Нет, еще не изымалась. Вы знаете, что на тот момент, пока приема передач нет, на тот момент, что вы сделали, я не уберу, я не уберу, я буду с вами называть только на камеру. Я требую, как директор муниципального учреждения культуры, незаконно изъятый и занимаемый вами, как исполняющим обязанности, начальник управления культуры, это мой кабинет, это мой кабинет. Я отсюда выходить не буду. Я прошу вас его освободить. Я прошу вас его освободить. Иван Николаевич, идите как исполняющий обязанности директора, пожалуйста, сюда. Вы сегодня, ну вы сдать должны мне Дом культуры. Секундочку, не пробивайте меня, Иван Николаевич. Вы как исполняющий обязанности директора ДК? На каком основании? Да вы ничего не давали. А вы что же дали согласие взламывать? Я не дала ничего. Ну пускай. Чтобы приемка нигде не звучала. Ладно, это я буду отвечать уже, да. А вот вы ответьте, как исполняющий обязанности, директора ДК, что здесь произошло в законно находящемся отпуске? Что здесь в моем кабинете? Вам дали документ, где написано, что изымается из оперативного управления имущество РДК. Вам такой документ показывало ИО начальника Бухарина? Показывал такой? Исполняющий обязанности директора ДК. Скажите, вам показывали? Вы на букве закона стоите. Вы все делаете по закону. Вот вам дали такой документ, что изымается из оперативного управления имущество РДК. Нет? Нет. Я еще раз говорю, я требую незаконно занятой, изъятой, занимаемой администрацией в лице ИО начальника управления культуры кабинет директора РДК освободить. Сейчас я иду в бухгалтерию. Я беру инвентаризацию, где указано, что за мной, как за директором. Не уходи, Иван Николаевич. Николай, пошел. Я твой руководитель непосредственно. Ты куда пошел? Я непосредственно руководитель. Куда ты уходишь, Иван Николаевич? Пойдем, пообщаемся. Сейчас мы выясним по бухгалтерии. Там в инвентаризации указано, что за мной, как за директором учреждения, закреплено здание РДК. Выясню, какое вами, как муниципальным служащим администрации района, изъято и незаконно присвоено имущество РДК. Ну, пока это еще мой законный кабинет. На каком основании все изъято и используется совершенно другим лицом, юридическим лицом. Так, сейчас мы установим стоимость всего имущества. И я обращаюсь к Следственному комитету, как я вам уже говорила, о превышении вами, как муниципальным служащим, должностных полномочий. Татьяна Юрьевна, а еще скажите, вы выполняете и исполняете обязанность директора централизованной клубной системы? Я оставлю в известность, что в соответствии с пунктом 4.1 устава муниципального учреждения культуры РДК, имущество учреждения, дословно говоря, отражается на самостоятельном балансе муниципального учреждения РДК, в том числе и кабинеты, закрепленные за ним на праве оперативного управления. Так вот, я обращаюсь к вам, как к муниципальному служащему, который незаконно разместил табличку, я засняла ИО начальника управления культуры на имущество МУК Питерской РДК, директором которого я являюсь и требую освободить незамедлительно кабинет. Дальше. Вы отказываетесь, да, освобождать кабинет? Отказываетесь, отлично. Вы являясь муниципальным служащим, и вы сейчас, на данный момент, превышаете свою служебную полномочию. Скажите, пожалуйста, сейчас я пойду в бухгалтерию, где мои вещи с этого кабинета? Ваши вещи находятся, вот сейчас Иван Николаевич его выпроводили отсюда. Никто его не провожу, он сам ушел. Иван Николаевич на сохранение, вы прекрасно знаете, где находится этот кабинет, кабинет опечатан. Ничего я не знаю, я первый день сегодня вышла с утра. На каком основании вы все опечатывали? На каком основании? На каком основании вы опечатывали? На каком основании вы здесь ставили свои опечатания, свои подписи? Кто вы здесь в РДК? Кто вы? Муниципальные служащие. Какое отношение вы имеете к районному новому культуре, чтобы здесь ставить свои пломбы, печати свои ставить и подписи? Здесь есть лица, которые отвечают за оперативное управление. Я, как директор, и исполняющий обязанностей директора. По крайней мере, его должна быть печать и подпись ставить на пломбировке чего-то, но не ваше. Так, значит, исполняющий обязанностей директора Жирнов обращался, а он ушел, все, он не обращался, не туда никуда. Татьяна Юрьевна, так, у вас оставлен акт, где перемещены мои вещи. Ключ у кого от кабинета? На вахте ключ. Ключ на вахте? На вахте опечатанный, да. Спросите у Жирнова Николаевича. Я, значит, я не буду спрашивать, я предлагаю в бухгалтерию сходить вместе с вами. Инвентаризацию посмотреть нам нашу, за которую я расписана, за что я отвечаю. Так, я приглашаю вас в тот кабинет, где перемещены, куда перемещены мои вещи. Запись не останавливают, вот везде, везде пломбы незаконные стоят, печатание Бухарина из Управления культуры. Вообще отношения к РДК не имеют. Идем мы в бухгалтерию. Иван Николаевич, я приглашаю в бухгалтерию, пойдемте сходим в бухгалтерию, узнаем, что там по навентализации, изымалось нас, имущество из РДК в пользу Управления культуры, администрации или нет. Александр, теперь мой первый день выхода из Упуска за это закону. Я пришла, сейчас пригласила сюда Бухарина и Жирнова, в бухгалтерию зайти. Значит, посмотреть, есть ли документы официальные, был ли Адерябин, что изымает имущество РДК в пользу Управления культуры. Был такой у вас документ? У нас в бухгалтерии, а зачем он был? Ну, не было такого документа? Обязательно, инвентаризация должна уже снять, с нас было какое-то имущество убраться тогда. Обязательно такой документ должен быть. Ну, акты инвентаризации есть у нас. Ну, там все на мне числится. Правильно? То есть на Бухарину, на Управление культуры ничего у нас не переходило, да? Пока еще нет. Пока еще. А мне интересует на тот момент, когда был взломан мой кабинет. Я просила прийти к Бухарину и Жирнова, они отказались. Значит, акт инвентаризации, который составлен был при мне, он так и есть, да? Он действительный. Никакие изменения туда не вносились. Я имею в виду, что ничего у нас не отчего... Это, с оперативного управления у меня ничего не убиралось еще, да? Пока еще нет. Да, пока еще. Вот это мне надо было узнать. Пойдемте-ка, показывайте мне, где у меня там вещи и в каком-нибудь состоянии еще посмотрим. Пойдемте, Николай Строевич. Позови, Александр Алексеевич, пожалуйста, женщины. Мои сотрудницы. Так, стой, Иван Николаевич. Стой, стой, стой. Стой, Иван Николаевич, я стой. Значит, здесь стоит печать управления культуры Бухариной. Иван Николаевич, хотя я сказала, что вы не имеете права здесь ни на одном кабинете делать свои печати. Кто имеет право, так исполняющий обязанности директора. Иван Николаевич, здесь говорят вещи мои, да? Давай, давайте посмотрим. Ух ты. Ух ты. Так, где свет у нас? Где свет включается? Так, зайдите, пожалуйста. Это Иван Николаевич, это... Пригласите с этого кабинета моих сотрудников, чтобы в присутствии все было. Я сказал. Так, значит, мы зашли в класс для репетиции. Я пригласила своих сотрудников. Значит, так, значит, сейчас мне вы нужны в качестве свидетелей для того, что вы видите, чтобы он был зафиксирован. Не только на видео, но я на всякий случай, значит. Так, значит, хочу обратить внимание, что вот эти мусорные какие-то пакеты, мешки, они не опечатаны. Не опечатаны. Сохранность имущества, незаконно изъятые из кабинета директора РДК, не обеспечена. Опись имущества мне не представлена, которая изъята была из кабинета. Акта изъятия тоже нет. Хочу также обратить внимание, что ключ от помещения находится на вахте РДК. Так, значит, Бухарина его себе не забирала, но, тем не менее, вещи перенесены, они не описаны. И за сохранность неизвестно, кто отвечает. Помещение находится в оперативном управлении муниципального учреждения культуры Питерской РДК. Таким образом, исполняющий обязанность начальника управления культуры Бухарина, который является муниципальным служащей, незаконно изъяло из оперативного управления Питерского РДК, осмотренные мной кабинеты на первом этаже и на втором этаже. Они выведены из имущества РДК без документов. И таким образом, Питерский РДК причинен ущерб. Полагаю, что Бухарина, как муниципальный служащий, превысила свои должностные полномочия. Поэтому я сейчас направляюсь, дабы мне не сказать, что я отсутствую на работе. Направляюсь. Вот они. Вот все покидали. Вы посмотрите, бесстыдники. Вы посмотрите. Все, из тумбочек покидали. Мы шли просто духи и все, все вещи. Вы посмотрите, какой беспредел. Я сейчас направляюсь в Следственный комитет для подачи соответствующего заявления. Кроме того, будет решаться вопрос о халатности исполняющего обязанности директора РДК Жирнова Ивана Николаевича, который осознавал, что МУК Питерский РДК наносит ущерб. И отсутствуют правовые основания и документы на то, чтобы... И он не то, чтобы не препятствовал этому, а наоборот способствовал форме соучастия. И только лишь видеокамера, значит, Смашкова им помешала выполнить приказ исполняющей обязанности начальника управления культуры, а взламывание моего кабинета. Все вообще ужасно. Вы посмотрите, это как это, 5 лет я находилась. Посмотрите, посмотрите. Это все это, это как это? Иван Николаевич, ты же законопослушный человек. Ты же не скажи, как ты не потребовал? Боишься работу потерять? Ну так же нельзя бояться. Он скажет, подожди меня или 100 долларов сюда спродай меня, еще что-нибудь. А? Как совесть-то? Нормально? Ничего не трусится? Нормально совесть, Иван Николаевич? Это за что вот это вот? За что? Я в законном отпуске. Это же можно было сделать законным образом. Законным образом сделать через собрание депутатов, я вам скажу, товарищи, через собрание депутатов делать отчуждение имущества РДК, отчуждение. По судебной практике добавлю, что это делается на основании того, что или имущество не используется, или оно используется не по назначению. Кабинет, который я занимала, они по назначению использовались имущества соответственно. И вот то, что, допустим, может через неделю, через две, когда там закончится наша реорганизация, они будут отвечать, все трое, Дерябин, Бухарина и Иван Николаевич, за на тот момент, что они сотворили. Вот это же, это как это, это как это. Посмотрите, это как. Это как это. И где опись? Я сейчас Бухарина говорю, Иван Николаевич. Тебе опись показывали имущество, Иван Николаевич? Вот. А что ты не потребовала? Сказала, я тебя уважаю, ну да дай мне опись имущества, я исполняющая обязанность, мне сдавать. Это то есть, и она не имеет права мне указывать, где будет мое рабочее место. Я отвечаю здесь за кабинеты. Посмотрите, все. Так, ладно, пойду консультироваться дальше. Следственный комитет пошла, что, если доложите Бухариной, то я не отсутствую, неуваживая причина, это смотрите, как все вывалили. Я сомневаюсь, что здесь все, слишком мало мешков. В настоящее время мною подано заявление в Следственный комитет Саратовской области о привлечении к уголовной ответственности главы администрации района Дерябина Виктора Николаевича за злоупотребление должностным положением и исполняющий обязанность начальника управления культуры Бухариной о превышении должностных полномочий. Прошу обратить внимание, в том числе и сотрудников Следственного комитета, которые будут проводить проверку, по моему заявлению, на то, что никаких документов о законном отчуждении муниципального имущества, находящегося по настоящее время в оперативном управлении Питерского РДК, не имеется, о чем свидетельствует размещенное мной видео. Я представляю вашему вниманию акт о вскрытии кабинета подписанной комиссией сотрудниками администрации, которые в мусорные мешки складывали мои вещи из моего рабочего кабинета, ничем не брезгивали. И хотела бы отметить и обратить ваше внимание, что опись изъятых вещей началась с того, что полстраницы занимает благодарности фото фронтовиков, фото выдающихся лиц, грамоты, дипломы разнообразные, благодарственные письма, фотографии с губернатором Чернощевковым, фото Путина, грамоты, грамоты.